чмоки чмоки народ соскучились видимо да n вернулась будет круто короче злобный доверил еще один внедорожник перетестить давайте знакомиться с подопытным называется сие чудо галеван тербалер второго поколения ну или баллер 2 если вам так привычнее относится к классу внедорожников тюнингованной версии нет заспавнить в онлайне можно отобрать у ботов и поставить в гараж тоже можно халява наше все для отъема транспорта у ботовского населения париться не придется встречается как в лос-сантосе так и в палета бэй и на шоссе лишь бы в сессии вообще был а надо оно вам или нет будем разбираться ну чего вылупились на меня я вам не икона перемещаемся в игру bled чтобы не оригинальничать предлагаю начать с внешнего вида автомобиль выглядит современно большой аппарат наверное чтобы компенсировать кое-что маленькое у владельца фары светодиодные решетка радиатора хромированная вау как это ново обратите внимание даже противотуманные фары на светодиодах неплохо честно диски колес хромированные очень красивые это стоковые менять не стала задняя часть оформлена достаточно спокойно но в то же время современно светотехника светодиодная двойные хромированные глушители выглядит красиво мне нравится и даже интегрированный в козырек стоп сигнал на заднюю часть чаще всего будем обращать внимание во время езды и отторжение она не вызывает база у автомобиля длинная но это вы и так видите лючка в крыше нет поэтому если будете возить ящики преследующие вас на вертолетах боты в голову водителю попадать не будут послушаем звук мотора неплохо посмотрим салон приборная панель из иском не отличается если учитывать что машина вообще-то не из дешевых в реальной жизни то приборная панель довольно таки скромненькая руль не закрывает приборную панель у руля есть строчка посмотрим будет ли она краситься строчка есть на сиденье тоже понятненько будем смотреть его чудо обратите внимание на задних сиденьях есть подголовники вау не может быть однако вряд ли наличие подголовника компенсирует то что у машины внешнего тюнинга нет от слова совсем что мы сможем поменять как вы видите никаких опций внешнего тюнинга нет окраска целый один цвет основной больше ничего нет спасибо rockstar очень щедро с вашей стороны но посмотрим что у нас поменяется полностью перекрашивается корпус и частично передний бампер нижняя его часть из карбона решетка радиатора не красится спереди сбоку остается вентиляционная решетка из хрома сзади то же самое для заднего бампера это же касается зеркало заднего вида строчка руля перекрашивается вместе с цветом машины строчка на сиденье тоже вот и все изыски что у нас еще есть можно посмотреть колеса не надо глупых ухмылочек я про колеса автомобиля они то о чем вы подумали не будем ничего изобретать и выберем диски для внедорожников по ощущениям стоковые диски чуть меньше кастомных но не принципиально я бы предпочла оставить стоковые хромированные красивые и осталось только тонировка стекол будут ли тонироваться вместе с ними фары посмотрим антитуманки светодиодные лопну со смеха если перекраситься нет никаких изменений тонируются только стекла скромненько надеюсь отсутствие тюнинга компенсируется чем-то еще как размером груди у некоторых девушек это я не про себя если что а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее по тестам оценка эффективности тормозов Стартуем без буста, без зажатого газа, чтобы получить более достоверный результат Наверное, многие из вас задумываются над вопросом, а как это влияет на результат, старт с бустом или без буста Не знаю, просто я так решила Дайхану за это вы в комментарии не высказывали Если не согласны, то поправьте меня Готовимся Стопэ, курва Могло быть и лучше, честно скажу Под аркой начали торможение По флагам оценим эффективность торможения В целом машина проскочила недалеко Однако примерно с этого места она ехала накатом Тормоза не сказать бы очень хорошие, но и не средние по эффективности Где-то в промежутке между ними Будем точнее выяснять в тестах на определение поворачиваемости и управляемости Оценим привод Вращаются передние и задние колеса У автомобиля полный привод Это хорошо для проходимости, неплохо для управления Но с этим могут быть связаны некоторые сложности Вы знаете, что полноприводные машины часто во время вхождения в поворот выталкиваются с траектории движения Так ли это в нашем случае, будем проверять в дальнейших испытаниях Самое время активно покрутить баранку Может после этого что-нибудь от машины, да, отвалится На поворот руля машина реагирует вяло Мне кажется, что год назад она делала это поживее Возможно, при полном фарше она будет пошустрее А вот радиус поворота не радует Он довольно большой Машина неохотно входит в поворот, если вы жмете на газ Но это характерно для всех полноприводных машин в игре Если газ отпустить, то ситуация немного улучшается Но не сильно Это сделано, скорее всего, специально Для создания ощущения управления большой тяжелой машиной И это очень хорошо работает Вы не управляете невесомой кучей пикселей Очень приятные чувства Задний мост вроде бы устойчивый, но сейчас проверим Готовимся к маневрированию на скорости Придется притормозить Машине сложно держать траекторию Во-первых, реакция на руль у нее с задержкой Во-вторых, полный привод Быстрые маневры на скорости Удаются до тех пор, пока не начнете набирать скорость Как только набрали скорость Машину начинает выдавливать с траектории движения Ничего необычного для полного привода Поворачиваемость нормальная Чуть ближе к избыточной Но чем больше скорость Тем больше поворачиваемость становится недостаточной Блин, меня все растрясло в поворотах Не блевануть бы И чего Хану так нравится этот тест Проверка на мужикастость этого мордастого Выпала на мои хрупкие плечи Ладно, кусок Давай посмотрим, что ты можешь Начнем с красной траектории Самой сложной Без разгона Не вывозит самую сложную траекторию Цепляется бампером Вся морда уже разбитая Лол Тогда берем желтенькую Она попроще Увы, эту не вывозит Кажется, интриги не будет Похоже, клиренс маловато для таких забав Да и передний бампер низко сидит Пробуем зеленую траекторию Самую простую Да ладно Что же такое? Самую лайтовую траекторию не тянет Что-то странное происходит с машиной Раньше такого не было У нее и до этого проходимость была не особо впечатляющая А сейчас вообще невесимо Ладно, с небольшого разбега хоть как-то осилил По красной даже пробовать не будем Попробуем сразу желтую Опять 25 На камне брюхом сел Тогда пробуем самую простую Зеленую Второй раз за счет мощности двигателя Раскочили И финальное испытание Три попытки Проверяем, сможет или нет Без разгона Первый блин комом Попытка номер два Считайте, что Галя в интерне денег за это вбросил Не под манси я Тачка бы не вывезла Что я могу сказать Эта машина не для покатушек по сильно пересеченной местности Все-таки это быстрый паркетник Не более того А сведу такой важный Фи Все же злобный был прав Тачки из трафика понемногу правят Зачем покупать машину за бабло, если бесплатное не хуже? Режем максималку и мило улыбаемся Хотите быструю тачку? Платите Так это и работает, народ Факт Год назад машина была бодрее в стоке И все же Эта машина все равно еще хороший вариант Как самый быстрый внедорожник Который можно бесплатно поставить в гараж После форсирования на Балер 2 Вполне можно возить ящики и гоняться за ботами А вот про бездорожье сразу забудьте Вездеходные качества у машины зачаточные Хотите оффроуд? Берите Камачи или Драугур Хотя бы ржавый Ребелл угоните Если денег нет Но эта машина не вариант Для гонок тоже не пойдет Даже после форсирования Балер уступает монстрам вроде Ребла GT Машина все еще ничего Но это выбор новичка А синьоры и синьориты с баблом Найдут варианты лучше Блин, как же утомляют эти тесты Надо бы немного развеяться Слышь, пес А ты чего вылупился? Жбан захотел Это я мигом тебе устрою Кажется, одни тесты сделать Что сложного А устала Словно у родителей На раньше сутки отпахала А ведь вы не цените наш созлобным труд Я краем глаза в статистику глянула Вам не стыдно? Смотрим А лайки не прожимаем Ай-яй-яй Нехорошо Договоримся так Если хотите снова тесты в моей озвучке слышать В комментах пишите хотим Н Если под комментом будет не меньше 10 лайков Будет вам моя озвучка Не будет столько лайков Я найду чем заняться А вы гнусавый голос злобного слушайте Что значит Не наберете столько Жмакайте кнопку поделиться Больше народа Больше лайков Таки на этом все Кто досмотрел до конца И жмакнул лайкосину Тот красава А кто это не сделал Тот Ай-босс Зачем по ушам бить Да не наезжала я на зрителей С чего ты это взял Все-все Сворачиваю лавочку Злобный злится Ладно Я побежала А вам желаю всего хорошего Увидимся Если лайков наберете Пока-пока Народ